Так, ну что, всем здорово. На данном этапе получается у нас биточек 73, даже почти 74 тысячи. Я только проснулся, он был там 73.300, он уже 73.700 обратно. В моменте достигал отметки 75.407, то есть вот так вот, да. Мы сходили даже на перехай. И, естественно, весь этот полет был не из-за выборов, не из-за того, кого выбрали, это вообще не имеет значения, а из-за того, что, естественно, побрели шахты. Киты просто ударили по маркету, запустили заявки, да, по рынку, на покупку. Ну и, соответственно, ликвидировали шахты, стопы шахтистов, которые, естественно, шахтили рынок. И буквально биткоин сходил на те же там 10%, ликвидировал на 300 лямов. То есть насколько люди, ну, реально долбоебы, а еще, ну, биток-то еще ладно. Но, как вы понимаете, они пытаются угадать хай, что якобы медвежка. Но каким надо быть кайтином, чтобы шахтить Солану и Сьюи сейчас, это вообще для меня загадка. Ладно, я понимаю, еще шахтить там XRP, еще там шахтить какие-то монеты, которые на днище, да, что якобы они там скам, давайте их шахтить или там Таралуну. Но, блядь, шахтить Солану и Сьюи, которые просто хуячит наверх без остановки, понимаете, и находятся на хаях, ну, это надо быть реально олигофреном. Но большинство людей, к сожалению, такими и являются. Поэтому, как вы понимаете, что, естественно, они просто, ну, теперь сидят в неведении, что же им делать. Потому что монеты подлетели, ну, и по факту ликвидации произошли. Ну, как бы классика жанра, то есть я говорил, что дно не будет переписано, Солана ниже 120 долларов не будет. То же самое, что дно было 5 августа, также было дно 5 ноября. Ну, и сегодня по текущему отскоку, вот можно посмотреть на Binance, что мы видим отскоки в среднем там 10, 20, 30 процентов, там где-то 50 даже процентов. Ну, по битку, естественно, мы сходили одной палкой. Ну, и большинство людей, естественно, на этом фоне словили FIU, что вот биток полетел. Но некоторые, наоборот, в панике и в шоке, особенно благеряки, они языки засунули в жопу, потому что, естественно, они ждали обвал после выборов, но и по итогу сейчас сидят и, вы понимаете, оправдываются перед своей аудиторией, что якобы, вот, блядь, а мы не знали, вот, ну да, Трамп победил, поэтому рынок полетел, именно поэтому, да-да-да. Ага, ну, сука, такие тупорылые, блядь, реально. То есть вообще даже не понимают, как рынок работает, и что все следует абсолютно по циклам, и выборы тут ни при чем, понимаете, вот у нас фонда тоже самое разворачивается, но люди забывают, кстати, я отписал важный момент в Телеграме, поэтому тоже интересный момент я там публикую, вот, подписывайтесь. То, что, соответственно, 20 января будет официальная инаугурация, да, уже принятие президента, заявление, то есть 20 января 2025 года. То же самое, как и было с Байденом, но большинство людей это пропускает мимо ушей, либо не знают даже об этом. Ну, и как раз-таки декабрь, как вы понимаете, 20 января 2021 у нас был перелив доминации и активный рост рынка. Совпадение ли это, не думаю, да. Но самый прикол, если же открыть тот же график, давайте я вам покажу по битку, что у нас происходило 20 января 2021 года, то, что большинство людей, они, естественно, не ожидали роста, потому что они были разочарованы. А разочарованы, сейчас я вам покажу, почему. Потому что вот здесь была коррекция на рынке, и вот здесь я как сейчас помню, что многие блогеры там из инглорезричного пространства, из СНГ особенно, они просто продавали монеты в бидус, блядь. Это, прикиньте, в январе, феврале они не верили в рынок, хотя вот здесь уже с декабря пошел перелив доминации. И вот здесь, когда поставили Байдена уже 20 января, у нас как раз-таки пошел разворот. Ну и после этого мы полетели. Поэтому кто-то считает, что будет еще одна коррекция там январь-февраль. Возможно, но вопрос каких отметок, понимаете. И альты уже одно обновят. Я об этом сказал. Но если же глянуть ту же самую доминацию, давайте посмотрим, когда она пошла вниз, потому что многие же мне не верят. Вот у нас доминация битка поет наверх пока что. И в принципе вот здесь, обратите внимание, вот у нас получается, если открыть здесь, сейчас покажу, 21, 01, 20, то, соответственно, вот здесь уже доминация пошла вниз. И вот здесь, когда начался вот этот активный перелив доминации, вплоть там до апреля, ну до мая даже, да, когда у нас пошла коррекция, потом и до ноября, естественно, большинство блогеров попродавали монеты в минус, блядь, а то и с двумя-то ими эксами, понимаете, просто обосрали свои подгузники. Ну, то есть, опять же-таки, в очередной раз все заработают, Саня, ты не шаешь и так далее. Поэтому, естественно, монета С-Трамп там, ну, ничего не показала, вот доги у нас полетела. Естественно, доги, как я и сказал, что дно она уже переписала. Ну, и, естественно, какие-то олигофрены, шартили доги, непонятно зачем. Хотя я говорил, не надо этого делать. Ну, в принципе, как вы понимаете, 57 миллионов долларов ликвидации. И если открыть вот здесь, то доги похруярила уже на 5, ой, получается, не 5, а это 7. Ой, блядь, 7. Короче, ТАИКСа дала, и, получается, 5-го числа, вот здесь 5-го августа было дно, как вы понимаете, и ТАИКСа монета уже показала. И вот буквально за вот эти две палки мы ликвидировали шарты. Очень мощно. Ну, естественно, мне сказали, Саня, это одно не пройдет, а будет еще ниже. Ага, ну, вот вам и ниже. Вот, хуи же, разве что. Поэтому на данном ТАПе ШИБА тоже самое готовится к такому же муву. Вот, поэтому, ну, ШИБА одно тоже свое переписало, как я и сказал. Если глянуть тот же там эффект, то, как мы наблюдаем, тоже зеленая палка наверх. Естественно, как я говорил, надо было покупать по 2400. Ребята, может быть, день 2. Ну, и потом бум-бум, хопа, свеча на 2600 уже, понимаете. Я предупреждал, вот здесь, говорил, покупайте там, когда она стояла в октябре, там, вот здесь в сентябре, в августе покупайте 2400, там даже в моменте 2200 было. Вот, буквально там вчера 2400, было позавчера. Но мне сказали, да не, Сань, подожду 1900, там 1500 подожду. Ну и что, дождался. Вот, уже 2600. И вот так я говорю, зелеными палками, потом будет хуяить очень жестко, и ждать вас никто не будет. То же самое, вот здесь многие люди, покупая даже в марте, можете написать, если вы один из таких, либо у вас знакомые такие есть, кто покупал эфир по 100 долларов, продавали его там по 300, по 400, то есть забирая 34 икса, пускай даже 10 иксов, продавая по 1000, и потом, видя по 5, они просто сидели в шоке, да, от того, что ебаные в рот болит, нахуй я продал, я мог бы заработать не 4 икса, не 5 иксов, а 50 иксов, понимаете, в 10 раз больше. Но, естественно, все заработают, как говорится, люди не понимают циклы, люди не понимают, что альты могут давать 10 иксов, ну, понятное дело, что эфир не факт, что в этом цикле покажет 10 иксов, но те же альты второстепенные, да, те же там ЛР2, могут сделать это запросто, но, естественно, большинство людей, они не покупают, они ждут, блядь, ждут зеленого света, и, соответственно, то же самое, обратите внимание, как зелеными палками, тот же StrikeNet выкупили, я предупреждал, что одно было, ну, 5 числа, покупайте, и многие монеты, которые тогда укатались, можно было смело добирать, да, ну, естественно, люди не слушают, люди сидят, выцеживают идеальные отметки, а потом такие, а, ну, блядь, блядь, не успел, понимаете, ну, естественно, да, конечно, и вот здесь тоже я говорил, помните, покупать, потом похуярилось, говорят, а, фейк отскок, не, не будем покупать, и вот так оно и происходит по любой монете, фейк отскок, фейк отскок, задумались, задумались, и потом вот здесь начинают покупать, и вот здесь, естественно, Крупняк разгружается, укатывает цену Ну и пошла там медвежка, да, или там коррекция Или наоборот, похуярили еще выше Естественно, люди не покупают, не покупают Понимаете, цена идет, 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 идет Потом они там покупают Идет коррекция Обсираются, продают минуски, ты выкупают у них Хуярит дальше, понимаете, и так происходит С каждой монетой, с каждой монетой Понимаете, ничего не меняется Но, естественно, после этого мне говорят Саня, да все заработают, ты не шаешь, все же на дне будут покупать Да на дне у людей денег нет покупать Они уже на хаях закупились, им нечем закупаться Понимаете, вот и все Поэтому нихуя не меняется, и вот нам говорят, что биткоин Внезапно вернул 70 тысяч Что происходит, блядь, что же происходит Да ничего, блядь, на шартах полетели, что происходит И на жадности толпы Поэтому, естественно, нихуя не происходит И многие говорят, что якобы обусловлено Что влияние бинанса якобы Там влияние каких-то бирж Ну, то есть какую-то хуйню приписали к этому И одного отскока недостаточно, это отскок Оказывается, мы перехай сделали, отскок Ну, фейк отскок, да? Вот, мы уже хуяем с 5 августа Уже, считай, 3 месяца, но поэтому фейк отскок Ага, расскажите Вот, срочно, срочно просто Breaking news Биткоин достиг 75 тысяч Да, естественно, на фоне якобы там выборов в США Нам говорят, либо ETF-ов, либо еще что-то Притока ликвидности Да, то есть на дне не было притока ликвидности Киты же такие тупые, да, помните, я вам показал скриншот Что киты покупали и по 60 тысяч Сейчас я вам найду этот скрин И, естественно, многие люди там начинают мне С пеновых-та доказываешь, типа, Саня, да ты не мешаешь Вот, соответственно, на 65 миллионов Киты закупались, смотрите 7 июля, вот, на дне тоже По где-то 57 900 там чем-то, ну, короче, 58 Понимаете, вот они покупали 7 июля И, получается, закупился один кит Так это один из китов, бинансовский Закупил обернутый биткоин Вот, соответственно, на почти 65 лямов долларов Ну, не шаю вообще ни разу Поэтому киты по текущим не покупают Естественно, не скидывают Ну, я ждал боев, да Вот, поэтому зачем меня слушать Поэтому, естественно, как некоторые блогеры говорят Что это сейчас оказывается дистрибьюция То есть распределение Якобы киты здесь продают Хотя дистрибьюция не может длиться так долго Тем более такой четкий боковик Дистрибьюция это вот, видите, головоплечи Головоплечи полетели вниз Понимаете, вот дистрибьюция Она происходит на росте Но в боковике обычно идет вот такая аккумуляция Тем более, когда мы стоим здесь не месяц, не два Там не полгода, а восемь месяцев И там новости появились, что типа Когда же выход из накопления? Да выход уже начался Выход начинается, когда дно пройдено Понятное дело, что кто-то считает Выход из накопления это вот Да, исходя из теханализа, я согласен Но имейте в виду, что биток уже к тому моменту Когда он выйдет из накопления Показал уже 40%, понимаете? Но так как людишки долбоебы Естественно, они будут ждать подтверждения Что-то подтвердилось Тогда буду покупать То же самое, допустим Ну, любую монету возьми Допустим, 1 инч Они как только увидят, что 1 инч приблизился к 2 долларам Они такие О, подтверждение 10 иксов зна дала Можно покупать, понимаете? Оно так и будет, ребята И вопросы вот эти посыпятся По любасу Я более чем уверен Но, конечно же, сейчас люди сидят и говорят Не, 1 инч это скам, Саня Ты не шаешь Это хуйня Посмотри на него Он же ничего не показывает за последние 3 года У меня вопрос А с хуя ли он должен что-то показывать? Ребята, я по любой монете это говорю Некоторые говорят Вот, с 21 года ничего не показывало Блять, ну ты тупорил и что? Или что, блять? Ну, то есть, 22 год это медвежка Когда у нас все падает 23 год фаза накопления 24 год зарождение Булрана Тоже фаза накопления И 25 год перелив доминации Пора было То же самое было в прошлом цикле 18-19 год там медвежка Ну, отчасти в 19-м там рос Но если его не учитывать То у нас потом финальное одно было в марте 20-го Потом после этого мы постепенно начинаем расти в 20-м году И в 21-м уже там конец 20-го, начало 21-го Перелив доминации и полетели Ну, альты уже, когда начался перелив доминации Дали знак где-то в среднем 10 иксов Понимаете? То есть, условно, как я и говорил, что вы заработали Допустим, не 50 иксов, а 5 Потому что вы не закупали на самом дне Вот и все Ну, естественно, люди меня не слушают И вот если Открыть, получается, голосование Люди даже на моем канале К сожалению Ну, не все заработают, прикиньте Вот, 50% людей говорят, что пойдем ниже Типа дно настигнуто Либо нет, говорят, что ниже И вот даже вот здесь по этому вопросу Что почти половина людей Там 40% говорят о том Что куда биткоин пойдет дальше 42 тысячи все равно люди ожидают Я не знаю, как можно ждать 42 тысячи Это, во-первых, не потому, что он растет А потому, что я уже сколько роликов снял Сколько отработанных рекомендаций было Сколько пруфов я предоставлял Да, и, как вы понимаете Сколько аргументов Но все равно это не работает То есть, если надо объяснять, то не надо объяснять Все равно, как я и говорил Что все не заработают даже на моем канале Я не говорю, что вы должны там Просто нажать 142 тысячи и все Чтоб я был доволен Да мне похуй То есть, это вам нужно Как вы понимаете А я рекомендую вам отвечать честно Как вы думаете Как вы чувствуете на текущий момент Но просто, что меня забавляет Что даже несмотря на то Что какие бы ты там аргументы не проводил Какие бы ты там, соответственно Ну, как бы, показатели не проводил Это все равно не имеет значения для людей То есть, у них показатель Даже не цена У них показатель Что вот их хотелки, понимаете Что они ждут 42, они уперлись, блядь И они вот думают, что вот рынок будет под них подстраиваться Нет, блядь, ребята, многие ждали 32 тысячи В январе, и в итоге, когда все похуяило Вот здесь вот, я говорил, дно было И 38 даже не покажут, многие блогеры говорили Да 32 будет, да то долбоебы, кто не ждут ниже Так какой сейчас рост, да ты что гонишь И потом мы сходили на 75 И что-то внезапно, ну на 73, там с половиной То внезапно они заткнулись И переобулись, и все, и начали оправдываться Что типа, а, уже летим на 200 Понимаете, я это показывал уже неоднократно Но поэтому мне говорят И доказывают спиннерах та, что Саня, да ты не шаешь Там и так далее, что надо Соответственно ждать ниже Ну окей, хорошо ждите ниже Вот вам пример одного из блогеров, да Который ждал, соответственно, на дне Биткоин идет на 33 тысячи Потом он переобулся и сказал, что идет на 200 Ну, я не шаю, конечно же Потом, соответственно, тот же самый там Икигай Ждал 38 тысячи, а то и 33 тысячи В январе, говорит, до 33 тысячи Ниже не жду Все, сейчас они завалили ебало Сейчас они уже ничего не прогнозируют Либо там прогнозы Их максимально осторожно Они теперь, суд, называть точные отметки Либо, соответственно, просто подстраиваются Под рынок и переобуваются Вот и все, вот это все, что будет А я вам говорю заранее И точно, где дно И где надо покупать Даже бесплатно, сука Понимаете, но люди, к сожалению, настолько Ну, я не знаю Как это назвать Ну, просто недобросовестно Относятся к рекомендациям Что они не хотят Зарабатывать, видимо То есть они пришли действительно Ну, подоказывать правоту А, естественно, когда они слышат, что Якобы будет ниже И будет трава зеленее Что якобы Ну, не в плане, что рынок вверх пойдет А то, что им дадут ниже отметки И более яркие Хотя Вот меня всегда забавляло Да, знаете, что вот WorldCoin стоил там, не знаю 1.7, чувак, говорит Я куплю по 1.5 Блядь, да какая нахуй разница Господи Ну, тебе в долгосроке это зарешает Что лучше Сидеть и смотреть, как рынок растет без тебя И ты вне позиции Да, и ты не закупился И потом ловить фома Да, и жалеть, что ты не закупился Хотя надо было это делать И похуй уже, какая цена Что тебе Ну, самый прикол Потом людям, когда цена отрастает На 10x выше Им уже кажется дешево Что они готовы купить То есть на дне они не готовы Они выцеживают Вот эти вот там, не знаю Блядские 10-20% Чтобы купить ниже Но при этом, сука Когда на хаях Они вообще ничего не выцеживают Сразу котлетят All in, блядь И даже не задумываются Почему? Потому что Присутствует эмоциональный фактор Ну, что там, что там, понятное дело Там они суты Ждут ниже А там они не суты И готовы уже залетать Потому что Атош пояс уйдет без них И это только начало Хотя обычно это уже финал Поэтому Нихуя не меняется И толпа не заработает Даже на моем канале К сожалению Меньшинство заработает Я хотел бы, чтобы все Еще раз говорю Но, как вы понимаете Люди сами не хотят себе помочь Эксперт назвал сроки Выхода биткоина из консолидации Вот новости Хотя он уже вышел из консолидации И говорит о том Что инагурация Вот 20 января Кстати, да И вот в ночь После выборов Мы сделали АТК Ну и при этом Говорит, что 20 января Мы вот примерно За еще где-то 2 месяца Будем конаебиться Ну, в принципе Я с этим абсолютно согласен Что, скорее всего, так будет Но биток пойдет Один из первых Так же, как и эфир И я об этом уже говорил Далее, получается У нас аналитик Я сказал о росте Он чейн метрик Биткоина и эфира Ну, опять загон Биток и эфир Классика жанра Далее, получается У нас, что еще Пенсионный фонд Великобритании Вложил биткоин 2 миллиона долларов Потом, соответственно У нас цена биткоина Потрестилась 70 тысяч На фоне выборов в США Ну, конечно, выборы Зарешали Ни шарты Ни разу Вот, естественно Там вам же не скажут Что, типа, мы на вас Лохак заработали Вот поэтому Естественно, цена полетела Ликвидировали вам шарты Просто сбрыли вам позиции Целенаправленно Но, конечно, скажут Выборы Ребята, выборы Да, вот просто Трамп пришел к власти Нажал кнопку по маркету Да, и, соответственно Все улетело Ну, такой бред Адвокаты Binance Потребовали отклонить Обновленный иск сек Ну, опять Фад новости На дне В отношении Binance Отсека Типа Биткоин обновил Исторический максимум На фоне выборов Опять Два раза даже повторили А то, что мы не поняли Да, ну, естественно А то, что вдруг Мы не поверим Что это на фоне выборов Ну, как говорится Чем чаще повторяется ложь Тем больше она кажется правдой Да Доля капитализации Эфириум Стоимости биткоина Упала до минимума За 3,5 года Ну, естественно Ну, говорят, что вот Капа упала за 3 года С апреля Блядь, ну, вот опять Вот эти олигофренные рассуждения Понимаете, как у хомячков Что, типа Вот Не растет цена 3 года Блядь, с 21 Да что ты говоришь Ну, как я и сказал Я уже не буду повторяться Почему Последние 3 года не росла Рост будет, ребята Просто вы Научитесь ждать его Да, по циклам Сложность молнинга Биткоин обновила максимум Ну, опять Ничего страшного Говорит о том, что спрос есть Биржа Binance Спросит отклонить Иск американского Регулирующего ведомства Ну, опять Всех, да Потом, соответственно Что у нас еще QCP Capital Спрогнозировал цену биткоина В ночь после выборов Ну, опять-таки То, что они там прогнозировали Давайте глянем Это было вчера Составить не менее 3,5% В любую сторону Блядь, ну, такой прогноз И я могу дать Понимаете То есть, это забавно Все Типа Если у нас Трамп, то 90 тысяч А если Камал Хайс То 50 тысяч Ну, полная хуета Поэтому, естественно Якобы Смотрите, ребята Мы сказали Ну, естественно Они заранее знали Кто будет президентом Вот И, естественно Активная фаза продвижения Трампа была И, по-моему Все было очевидно Изначально Вот Ну, кому как И, как вы понимаете Что, естественно На данном этапе В ночь после выборов 3,5% Хотя дневная волатильность Биткоина Может достигать И 5, и 10% Понимаете Ну, вот этот прогноз Сказали бы, сука Еще полпроцента И тогда бы точно угадали Такие прогнозы Я не знаю И школьники могут давать Курс биткоина Установил новый исторический рекорд Естественно Сразу Фома Вызывают у фома Ёбщиков Энтони Помплиано Заявляет, что Биткоин получил Новый статус У крупных корпораций Естественно Конечно Такие новости Выходят уже сегодня Бинанс пожертвовал Триллиама доллара В Красном Кресту Испании Для помощи Жертвам наводнения Ну, опять говорит о том Что у Бинанса Есть бабки Хестер Пирс Может заменить главу Сергея Генслера При Трампе Ну, опять Там же Штрамп обещал Что Грей Генслер уволит На самом деле По барабану Абсолютно Получается Как вы понимаете Нам прогнозировали Что вот если У нас там Камала Хай Что биток может упасть На 50 тысяч А то и ниже Ну, и соответственно Чуть ли не на 30-40 тысяч А вот если Трамп То может быть 200 тысяч долларов В конце 25 года Но, как я сказал 200 тысяч не будет Далее получается Буддийский храм Киота Выпустил бесплатную коллекцию NFT Вот Ну, и как вы понимаете NFT опять Начинает быть в тренде Чарльз Коскинсон Это села до Кардана Заявил, что Потратил 350 миллионов Своих денег На Кардана Ну, я так понимаю Не знаю На инвестиции Либо на развитие экосистемы Ну, и как вы понимаете Что бабло у него есть И когда она тоже будет расти Ралли биткоина возобновится В феврале 25 года Не знаю, почему именно в феврале Ну, наверное Исходя из исторических Показателей Я так понимаю Вот И говорит, что Может оказывать давление На крипторынок Неопределенно США Ну, я так понимаю Инаугурация Да На конца января 20-го года 20-го, бля 25-го года Вот И, соответственно Как вы понимаете Я думаю Рост, что начнется раньше Это специально Нас заставляют ждать Типа Та не надо покупать Ждите еще 3 месяца Ага Экономист Алекс Каюгер Говорит, что биткоин Никогда не упадет Ниже 60 тысяч Ну, тут я могу согласиться Потому что Навряд ли мы это увидим Вот И кто-то говорит Что минимальная цена биткоина Адам Бэк заявил Что может быть Выше 40 тысяч Ну, какие нахуй 40 тысяч Поэтому, как вы понимаете Что, естественно Скорее всего Биткоин будет дальше дорожать Понятное дело Не без коррекции Но, как вы понимаете Все уже давно Дно пройдено Сложность майнинга Впервые повысила 100 триллионов Ну, опять киты Майнят еще больше Далее От 100 миллион До 100 долларов Да От 100 долларов До миллиона Топ-5 алькоинов Для взрывного роста И нам говорят Что Это, конечно же У нас Солана На хаях Спасибо Трон На хаях Ух, бля Вкусно С Юи На хаях И Юнисвап Ну, единственная монета Там Ну, и реклама монеты No Name Cyber Вот Единственная монета Которую можно еще взять Это монета Юнисвап Ну, конечно же Ее засунули Как одну из Видите Вот она тоже подлетела Буквально там За два дня На 40% О чем я говорил Что потом монеты будут хуяить И вам не дадут уже зайти Ну, и в принципе Понятное дело Что уже она где-то Знадала 2х Дно было 5 августа Ну, потолок там Можно было 5 сентября Еще зайти Ну, там В начале сентября В конце августа Вот Если вы провтыкали Ну, ребят Это ваш выбор Опять Мем-монеты С изображением Трампа Взлетели на фоне выбора США Естественно Ну, насчет мем-монет Я еще могу согласиться Что якобы из-за этого Они там взлетели Но по поводу того Что взлетели остальные Ну, что-то нихуя не взлетело Я что-то не заметил Вот С-Трамп у нас наоборот упал Вот Поэтому Мага Ну, в моменте там Какой-то объем Но по факту Присутствует в Европе Запустив ЕТН на базе ПИТ Вот Свифт Ченлинк И пилотный проект USB BDN Такие неизированные активы С традиционными платежами Ну, это я уже рассказывал О ролике про XRP Падение Понкин 32% Почему это не медвежий сигнал Опять загон на хаях Монету мем Цена на шибарину Набирает обороты Индикаторы Указывает на потенциальный рост Ну, естественно Потому что Доги попер И, как вы понимаете Естественно Вот у нас Шибку теперь продвигают Потом Киты АЭй Спорцировали распродажу Альткоин нацелился На многомесячный максимум Хотя, почему тут распродажа Непонятно И говорят, что может упасть На 130 А то и 116 долларов Ну, это, естественно Новости для Олигофренов Потому что Вот нам говорят, что якобы Пойдет ниже Ну и в итоге Что? В итоге все Полетело наверх И нам говорили, что Ребята, все Ждите там 116 долларов Типа падение еще на 20% Ну, все по классике И по итогу что? По итогу мы Подлетели наверх И все это дело выкупили Поэтому, как я говорил Что не надо Слушать новости Новости это все От лукавого Вот Поэтому на данном этапе Естественно У нас Ну, специально Людей загнали в шахты И типа Вот, цена будет ниже Якобы Медвежий тренд Подтверждает Ой, медвежий тренд Что пиздец Вот, поэтому На данном этапе Естественно У нас были Ликвидации шахтов Многие Уверовали Что рынок пойдет еще ниже На фоне там Ставки, хуявки Там еще чего-то Выборов Там, ну, окей Делайте выводы сами Как все происходит на самом деле Вот Поэтому как-то так Что у нас еще Из интересного То, что получается Почему Слабый импульс По эфиру Не готов вернуть 2600 Хотя он уже их вернул Ну, эта новость уже не актуальна Эти новости, естественно Были вчера Вечером Чтобы вы шартили рынок Ага Вот, день выборов в США Поднял биткоин до 70 тысяч Ну, опять В очередной раз повторяют И люди думают Таким, блин Ну, все-таки Если много раз упоминается Наверное, надо верить Наверное, это правда Все-таки Ну, естественно Так оно и работает Бессознательно И люди А, ну да Из-за выборов Точно Не из-за шартов Ожидается ли дальнейшее ралли Ну, на данном этапе Я не буду говорить Что хуя ли На самом деле Ралли действительно идет Ну, по крайней мере По битку По альтам Будет уже, скорее всего В конце года Фетт нацеливается На восстановление Октябрьских потей Начиная с повышения На 10% Ого Ну, Фетт опять Загонно хая Цена биткоина Установила максимум Поскольку результаты Благоприятные Стоят от Дональда Трампа Опять Еще раз надо повторить А то, что мы не поняли Надо уже в какой там Сотой рассказать Что из-за выборов Да Ну, естественно Чтоб толпа потом ходила В комментариях И в чатах рассказала Из-за выборов, ребята Из-за выборов Все, ты не знаешь А ты считаешь не из-за выборов Значит, ты тупой, блядь А я-то знаю, что из-за выборов Я же-то особенный Не такой, как все Ага, расскажешь Вот Элизабет Уоррен Сохраняет место в Сенате Обойдя сторонника XRP Джона Диттона Непонятно, почему Тут Джон Маккафи нарисовал Ну, я напоминаю Что он, кстати Ладно Не буду говорить Что он обещал сделать Но кто помнит Тут помнит Он обещал биткоин по миллиону Вот И скептически настроенные Трейдеры удерживают цену Сьюи от восстановления Поддержки в 2 доллара Ну, опять пугалки Да Естественно Сьюи потом Ликвидировала шартистов И у нас говорят Что Доги Дэй У нас день Доги Оказывается Илон Маск И все, что потолкнуло Его на 10% Хотя монета уже дала ТХА Понимаете А не 10% Ну, это опять-таки Заниженные показатели Специально Естественно Чтобы вы Конечно же Что сделали Чтобы вы купили На росте На фома И такие О, ну да Только начало рост Вот Целистия Теа Приближается к минимуму С начала года На фоне растущего давления На продажу Ну, и плюс же там Разлоки Как нам сказали Да, разлоки Это же естественно Якобы они-то выйдут Хотя Какие в пизду разлоки Но Теа еще можно покупать Поэтому Хоть тут и была зеленая палка В принципе Монета еще Находится на днище А16Z У нас Сандр Сенхоревиц Инвестирует 23 миллиона долларов В фонд Фэрк Шейк Это политических компаний Для промежуточных выборов 26-го года Не знаю почему Им он 26-го года Ну и как вы понимаете Что на данном этапе Это тоже показатель Что раз фонды вливаются Значит у нас Бычка неизбежна Вот Решающий момент День выборов Опять про выборы Да, эти моменты Политифай переживают Решающие моменты Естественно Типа выборы решают А люди такие Ну ладно Хер с ним Уже смирились Такие Ну хорошо Решают Решают Ну и потом Как попки и попугаи Ходят повторять Что типа А ну да Из-за выборов Да, из-за выборов Конечно Ложный порыв Торчейна А потом Будьте уверены Два месяца пойдет Они скажут Бля, что-то роста нету Походу Выбор не зарешали Так оно и будет А потом все пойдет И они такие А ну да Точно зарешали Вызвал падение цены На 9% Вот Ну Не знаю Я эту монету не покупал Вот тут Как хотите Получается Бинанс Чампинжао Добирается отклонение И измененной жалобы Отсек Ну опять В отношении Бинанса Новости про сек И естественно Это когда было Это было вчера Ну совпадение ли это Не думаю Далее у нас XRP Говорят, что На данном этапе У нас борется И удерживает поддержку 51 цент Вызывая беспокойство Для долгосрочных инвесторов Ну в принципе На данном этапе Как вы понимаете Что ничего страшного Не произошло Что сдерживает Когда на восстановление Опять нас пугает Что это контроль продавцов Якобы давление Вот Опять В очередной раз Крипторынок И выборы Уроки прошлых циклов Волатильности из-за политической неопределенности Хотя уже все определено давно И получается На данном этапе Инвесторы Внимательно следят За результатами выборов Ну кто следит Кто мешает Как работает рынок И циклы Вот Поскольку политика В отношении капиталов Может повлиять на будущее Ой бля Боимся Ты шо Повлияет И как же повлияет Наверное швароста Никогда не будет Да То есть киты копят объемы Ради того Чтобы вечную медвежку устраивать Ага Вот Ну конечно То есть люди банально 2 плюс 2 сложить не могут О чем тут говорить Ну большинство людей тупые Поэтому что тут складывать Эти альткоины в тренде Сегодня 5 ноября Нам говорят Это доги, виста и гас Ну не знаю Вот Лада, виста И получается доги коин У нас естественно говорят На 10 процентов Ну да На 10 процентов Естественно То есть то что он до этого показал 200 процентов То есть это не в счет На 10 процентов Ряд подлетел Ну вообще хуйня То есть естественно Загон на хаях И MT GOX нас естественно Подпугали еще вчера Под вечерок Что якобы вот 2,2 миллиарда Ребята Все в биткоинах Продление срокопоглашения Хотя они уже сказали Что продлили Как вы понимаете До 25 года На осень 25 Но при этом Естественно Нас пугают Что ребята Сейчас сольют Вот именно сейчас Именно сейчас Да конечно Мечтайте Вот поэтому В принципе Все я считаю нормально И доминация альтов У нас восстанавливается Как я и сказал Вчера и позавчера Что скорее всего Сильно ниже мы не пойдем В принципе так оно и произошло По USDT доминации Как я и сказал Что 5,5 процентов Мы не преодолеем И отскочим вниз В принципе все отрабатывает Вот по поводу Да и USDC Аналогичная ситуация Все нормалды Поэтому кто переживал Ничего страшного Не произошло Ринок уже откупают Вот ну и соответственно Дополнительные еще там Полтора миллиарда По USDT допечатали Опять же таки Потому что я не шаю Да и потому что Никто не покупает Ничего да Из китов Ну и в принципе Тот алтарь Если глянуть То дно было 5 августа И в принципе Даже если мы вернулись К тем же отметкам Это было ваше Ну и сейчас в принципе Еще есть время Докупаться по альтам Поэтому такие мысли Так дела